Аллилуйя! И свою проповедь начну с того, что Бог меня сегодня поднял в 5 часов утра. Первые петушки пропели, и я чего-то проснулся. И думаю, почему же я проснулся, Бог? Зачем? Проповедь написана, готовиться не надо, все готово. Ну думаю, ну зачем же? Ну хочется выспаться, быть полным сил, энергией, прийти таким свеженьким. Нет, не спится. Думаю, ну если не спится, надо пойти помолиться, почитать Священное Писание. И знаете, читал Священное Писание и понял, что Бог меня поднял для того, чтобы дать мне направление размышления о следующей проповеди. Поэтому уже сегодня, еще не проповедовав, у меня уже есть следующая проповедь. Слава Богу, Бог такой интересный, вот так Он иногда действует. Если вы помните, несколько недель назад мы с вами рассматривали тему о том, что Бог смотрит на нашу жизнь по-другому. Он не смотрит на нас, как это делают люди, и Он не смотрит на нас даже, как мы порой на себя смотрим. И только Он один имеет полное право оценивать нашу жизнь, потому что только Он один имеет объективные факты наших с вами побед и неудач. Но если вы помните, рассматривая эту тему, я сделал одну такую небольшую оговорку о том, чтобы моя проповедь не была однобокая. Я сказал вам, что нам все же жизненно необходимо проводить определенную оценку себя и своего служения. И использовал текст, это послание апостола Павла, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Я вам сейчас его процитирую. Павел говорил Тимофею, «Вникая в себя и в учения, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». И очень прекрасные, я бы сказал, удивительные слова, которые показывают нам ключ к успеху жизни каждого верующего человека. Я уверен, что каждый из нас, он стремится к тому, чтобы был успешным, правильно же? Вряд ли среди нас есть люди, которые хотели бы, ну так себе думают, что я бы хотел быть успешным, но не во всем. Не обязательно. Может быть где-то и неуспешным быть. Может быть пусть это будет больше случаев неуспеха. Кто-то так думает? Нет, мы все хотим на своем уровне быть все-таки успешными. Мы не хотим терпеть какие-то неудачи, мы не хотим, чтобы у нас что-то не получалось. И мы прилагаем какие-то старания, чтобы все у нас как-то в принципе было нормально, и мы были успешны. И Павел, вот в этом тексте, он использует очень интересные слова, которые на языке оригинала, они раскрывают его смысл гораздо глубже и интереснее. Я вам сейчас прочитаю на языке оригинала этот текст. Он говорит, задерживайся, держи в поле зрения, внимательно смотри, пристально следи, заглядывай в себя и в учение. Занимайся этим, упорствуя, твердо держась, потому что так поступая, и себя спасешь, сбережешь, сохранишь, исцелишь из слушающих тебя. И так как мы с вами, друзья, знаем доктрину спасения, которая утверждает, что спасение – это дар Божьей благодати, и оно не связано с нашими делами, потому что делами перед Богом, как написано, не может оправдаться никакая плоть, то можно сделать вывод, что в этом тексте Павел больше говорит о совершении пути нашего спасения и о внутреннем исцелении, в котором мы с вами все так нуждаемся. Другими словами, можно сказать, что для нашего выздоровления от расположенности ко греху нам необходимо сопоставлять свою жизнь со священным писанием. А это значит идти путь освящения, в процессе которого Дух Святой, Он очищает нас от греха через нашу чуву, через наше раскаяние и делает нас успешными в жизни. Потому что, я думаю, что я уверен, что каждый рожденный свыше человек, он понимает, что его успех, он связан, в принципе, с исполнением того предназначения, которое Бог на него возлагает, с исполнением вот этого пути освящения, чтобы преображаться в облик Иешуа Мессии, который совершенно был, и есть совершенно святым, отделенным от греха. Поэтому сегодня я хочу немного поговорить с вами о грехе или правильнее сказать о методах борьбы со грехом. Я прекрасно понимаю, что в наше время это совсем не популярная тема. О грехе сегодня говорить не любят. Не дай Бог, чтобы не задеть чьи-то тонкие чувства. О грехе сегодня говорят очень мало. В наше время гораздо больше говорят о том, что мы имеем в Боге, о том, чем мы обладаем, о том, куда мы можем идти, что мы можем завоевать. В общем, такие как бы мотивационные проповеди больше мы можем слышать. Но я хочу сказать, что это своего рода определенный перегиб. Перегиб, который ведет нас к тому, что в наше время почему-то планка святости, она немножко понижается. Понижается, понижается. А уровень дружбы с миром все-таки среди верующих людей он немного растет. Почему это происходит? Потому что современное христианское общество забывает о совершенной святости Бога и его отношению ко греху. Вы помните, читая Тору, книгу Левит, красной нитью проходит. Будьте святы. Господь святой. Будьте святы, ибо я свят. Вообще, книга о святости Божией. Бог святой. Он отделен от греха. Грех, он просто чужд его природе. И забывая это, в нашей жизни становится такая толерантность как к греху, как к своему, так и к греху, который вокруг нас. И поэтому сегодня мы можем видеть, в принципе, людей, которые годами ходят в церкви с одной и той же проблемой. И эта проблема почему-то годами не решается. Вы видите, да? Бывает же такое. Мы видим это. Мы можем видеть это. Люди много годами ходят. Ничего не происходит. И интересно то, что люди приходят к такому состоянию, что их уже не беспокоит их вот это вот состояние. Самое страшное, что это уже не беспокоит и окружающих их людей. Но Бог, друзья, Он наделил нас от этого мира, сделав нас святыми, чтобы мы шли путь нашего освящения, чтобы мы вникали в себя и в учение и отделяли себя от греха. Чтобы мы вот на этом пути освящения отделяли себя от греха, возрастая в святости. Я сразу скажу, что, конечно, сегодня я не буду всех нас пугать, что нам надо раскаяться в пепле и в ретище. В конце мы не будем петь гимн «Ой, я страшный грешник», это я вам обещаю. Сегодня этого не будет, но все же я попытаюсь остеречь нас от крайностей или от однобокого мышления, чтобы мы все шли путь освящения и пребывали в свободе, которую предлагает нам крест Голгофы. Моя сегодняшняя цель показать, что декламируемая в наше время киригма, или, проще сказать, проповедь о благодати и любви отца, она неразрывно связана с тем, что этот любящий отец, он остается еще праведным судьей. Судьей, который ненавидит грех. И поэтому даже спасенные благодатью дети Божьи несут определенную ответственность за свои грехи. При нашей земной жизни мы отвечаем за грехи, которые мы совершаем. Давайте вообще посмотрим, что о крайностях говорит Священное Писание. Вы знаете, что крайности – это всегда плохо. Когда вот мы впадаем к крайности, то это нехорошо. И когда-то во время своего земного служения Ишуа сказал очень интересные слова, которые, на мой взгляд, мы должны с вами всегда держать в фокусе. Это Евангелие от Матвея, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И в этом тексте Ишуа показывает, что у любого учения есть две крайние такие стороны, и это является этим пространным, широким путем. Истина же, она находится где-то посередине, и именно вот эта вот истина, которая находится посередине, она является узким путем, который ведет нас в вечную жизнь. Ну, например, давайте, то, о чем я говорил, Бог есть любовь, и всепрощающий Отец это одна сторона пути, но Он же является судьем праведным, и это вторая сторона пути. Но истина она в том, что в нем эти две стороны пребывают одновременно и неделима, и свою любовь Бог к нам доказал на кресте Голгофе, и всякий человек, который принял искупительную жертву Ишуа Мессии, он прощен и оправдан, но при этом Бог наказывает за грехи, наказывает этих же спасенных людей и оправданных, потому что Он праведный и совершенно святой судья, который желает нашего освящения и преображения. Конечно, милость Его, она превозносится на судо, но в то же время Бог, Он нас и дисциплинирует. В отношении со грехом нам тоже свойственны крайности. Довольно часто, не до конца понимая спасение Бога, верующие люди считают почему-то, что путь шувы или покаяния должны идти не мы, а сам Бог. Вместо нас это должен делать Бог. Главное, мы считаем так, что вовремя сказать каюсь, каюсь, отрекаюсь, святым духом наполняюсь. Знаете все-таки присказку. Это, конечно, шутка, но в реальности мы такое можем видеть, что покаяние в современном обществе, это сказать, Боже, прости меня и побежать дальше делать свои какие-то дела. Но это совсем не является покаянием. Люди думают, что если Бог спас меня своей благодатью, то и преображать в образ своего сына должен меня тоже Он. Очень часто мы хотим просто купаться в подаваемой нам благодати, забывая о том, что должен быть наш ответ на эту благодать. Но есть совершенно противоположная сторона. Иногда люди пытаются идти путь своего освящения самостоятельно. Они понимают, что Бог их спас. А теперь необходимо самому прилагать свои собственные старания, чтобы быть лучше, чтобы избавляться от грехов. И в таком состоянии люди пытаются даже делать правильные вещи. Мы можем видеть, что люди много служат, они даже имеют такой вид правильных совершенных христиан, но на самом деле внутри своего сердца они пытаются заработать прощение и оправдание Бога. Они делают это не потому, что любят Бога, а потому, что пытаются заработать у Него оправдание и прощение. Следствием этих крайностей является то, что человек по сути со временем опускает руки. Почему он это делает? Потому что нет видимого результата своего преображения. Его борьба со грехом практически всегда будет проиграна. Конечно, если такой человек рожден свыше, то он будет периодически брать себя в руки. Я думаю, что кому-то здесь это известно. Я буду теперь ходить на все собрания. Я буду вставать рано утром и молиться. Я буду читать Священное Писание три главы в день. Аллилуйя! Я буду это делать. Но практика показывает, что, как правило, через недельку другую все возвращается на круги своя. Наши руки почему-то, когда мы берем себя в руки, не всегда нам помогают. Часто они нас подводят. Истина же, друзья, состоит в том, что жить для Христа мы сможем лишь только понимая уникальность Божьего прощения, понимая силу Божьего прощения, которая помогает нам иметь победу над грехом в нашей жизни. Потому что тогда, когда мы понимаем это, то тогда победа самого Мессии, она открывается в нас и для нас. Нам жизненно важно понимать, что на кресте Голгофы была принесена совершенная жертва, которая даровала нам прощение за все наши грехи. За грехи прошлые, за грехи настоящие и за грехи будущие. И когда Еханан погружающий увидел у Иордана Ешуа, он сказал в Евангелии от Иоанна 1 главе 29 стихе Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. А это значит, что за каждый грех, который сотворен в мире, уже заплачена цена. За каждый грех. Апостол Иоанн также говорил, 1 Иоанна 2 глава 1-2 стих Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Ишуа, Мессию, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. То есть всякий твой грех, даже будущий, прощен в Ишуа, Мессии. Тебе необходимо только лишь понимать, что ты прощен, понимать это прощение и исповедовать свой грех перед Богом. Идти путь швы, осознавая, что ты уже прощен. Очень часто мы не до конца понимаем Божие прощение, и мы пытаемся что-то добавить к этому прощению свои какие-то, мне надо приложить свои какие-то усилия, чтобы Бог меня простил, но мы уже прощены в нем. Но при этом нам все-таки необходимо понимать, что Бог дисциплинирует нас через наказание, чтобы мы прошли путь своего спасения достойно, преображаясь в образ нашего Спасителя и имели награду на небесах. И сейчас, друзья, я хочу вам предложить три простых, но очень важных шага, которые помогут нам иметь победу над грехом в нашей жизни. Они очень просты, но в то же самое время они очень важные, потому что их непонимание ведет к систематическому поражению. Но Дешоа Мессия сделал все, чтобы мы жили в победе и чтобы мы жили в свободе. Что же это за шаги, которые помогут нам иметь победу над грехом? Итак, шаг первый. То, что я говорил, грех надо исповедовать, понимая свое прощение. Достаточно часто, не понимая полноту благодати Божьего прощения, борясь с какими-то нашими грехами, мы можем уставать от этой борьбы. Я думаю, что многие на этом месте переживали, когда ты с чем-то одним борешься, а оно все возвращается, у тебя не получается, ты повторяешь один и тот же грех, и человек начинает уставать от этого. Как правило, эта усталость приходит, когда нет этого видимого результата. Порой нам даже кажется, что сам Бог устал от нас уже. Не было у вас такого состояния, что думаешь, уже стыдно приходить с Богом с этой проблемой, думаешь, ну сколько можно, наверное, ты Бог устал от меня тоже. Мы так думаем, и в таком состоянии человек уже в принципе и кается, перестает, думая в себе, не приносит этого результата, как бы раскаяния нет. нету. Я думаю, что на этом месте мы переживали, есть люди, которые переживали это. И очень часто такое состояние приводит к тому, что люди просто-напросто опускают руки. Опускают руки, или бывает, что люди начинают искать посредника между Богом и им. Хотя на самом деле путь к Богу открыт через жертву Мессии. Мы можем видеть, когда бывает такая практика у нас, когда мы знаем, что человек постоянно в одной и той же проблеме, и он приходит, брат или сестра, помолись за меня. И это совершенно нормальная христианская практика, молиться друг за друга, потому что Писание говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться много может усиленная молитва праведника. Это нормальная практика, но работает она лишь только тогда, когда человек лично, он лично исповедует свои грехи перед Богом, потому что твой грех это твои отношения с Богом. Мы не можем переложить ответственность, чтобы я ничего не буду делать, а вы молитесь за меня, вы молитесь, чтобы я перестал грешить. Это неправильно. И в Писании мы видим одну историю, которая показывает непонимание Божьего прощения, потому что, как правило, вот люди, устав от этого состояния, неполучения какого-то результата, они идут к человеку и думают, ну вот человек, не к Богу, не Бог, не Бог, ты мне нужен, чтобы помочь, я не могу, а к человеку, человек, ты молись за меня. И в Писании показана история, которая показывает непонимание Божьего прощения, это история Симона, волхва Симона, которая описана в книге Деяний восьмой главе. Думаю, вы ее помните. И этот человек, он решил заплатить апостолам деньги, чтобы они передали ему дар возложения рук для крещения Святым Духом. Но что ему ответил Петр, когда тот ему предложил деньги? Деяние восьмая глава двадцатый двадцать четвертый стих. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое не право перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем, и молись Богу. Может быть опустится тебя помысл сердца твоего, ибо я вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Что же отвечает Симон? Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу. Петр ему говорит, что покайся в грехе и молись Богу, а Симон говорит, не, 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 вы помолитесь за меня Богу, дабы не постигло меня ничтое сказанное вами. Очень хорошая иллюстрация. Человек согрешает, другой человек говорит ему о покаянии, но он говорит, нет, вы за меня молитесь. и если мы будем смотреть контекст этого отрывка, местописания, то мы видим, что до этого ему благовествовал Филипп, и если он себя так повел, то это говорит о том, что он не понял, что его грехи прощены, он не понял, что он имеет открытый путь к Богу, он не понял Евангелие, он не понял вот этого искупления и прощения, которое ему предлагалось, потому что он просил помощи от людей. История показывает, что его интересовал не сам Бог, а Божье больше. Такое бывает и с верующими, что когда Бог для них становится источником решения их каких-то личных проблем, земных проблем, что их не интересует отношение с Богом, их не интересует близость с Богом, их интересует Бог для того, чтобы решить какие-то его земные нужды. Боже, благослови меня. И молитвы бывают не для того, чтобы встретиться с Богом, как мы сегодня пели, что хочу я видеть твое лицо, а не для этого, а потому что хочу я видеть новые автомобили, как Бася говорил, не запорожец, а Мерседес. Такое бывает тоже, друзья. И порой Дух Святой говорит к людям, что они неправы пред Ним, что они совершили грех, но они идут кому-то и просят кого-то, чтобы за них молились. Или же просто отмахиваются от Него, думая уже, ну сколько можно, сколько можно уже просить прощения за одно и то же. Но если мы понимаем безграничность Божьего прощения, то не будем стесняться исповедовать свой грех перед Богом, твердо веря и зная, что за этот грех уже заплачена цена на кресте голгофу. Нам не надо стесняться исповедовать свой грех. Пусть этот грех десятый раз сделанный, двадцатый, мы не должны стесняться, потому что за него заплачена цена. Да, порой исповедовать свой грех, с которым ты борешься много времени, не так просто. Я бы сказал, что порой это даже очень сложно, и поэтому порой люди соглашаются с состоянием, ну ладно, пусть мои отношения будут с тобой Бог, вот на этом уровне. Ну не могу я решить эту проблему, ну извини, ты же по-любому меня принимаешь. Давай об этом не будем, как говорится. Давай о другом. И тогда получается, что жизнь человеческая, она по сути остается без изменения. Но нам необходимо быть готовыми встретиться с нашим грехом лицом к лицу, чтобы действительно исповедовать этот грех, понимая полноту благодати Божьего прощения. Именно это дает нам возможность обрести настоящую свободу, понимание Божьего прощения и небоязнь исповедовать наш грех перед Богом, потому что за этот грех уже заплачена цена, этот грех он уже покрыт, если ты во Христе, если ты в Ишуа, то этот грех покрыт и прощен. Тебе надо просто прийти к Отцу и исповедовать Его. Второй шаг в борьбе против греха. Надо понимать, что грех приводит к наказанию, которым Бог дисциплинирует нас. И тут нам следует всегда помнить одну важную истину, что Машех на кресте Голгофы он удовлетворил все требования Божьего правосудия и те, кто в нем не могут быть объектами Божьего гнева. Мы не можем быть объектами Божьего гнева. Если мы подвергаемся каким-то наказанием, то это Бог, Он просто работает с нами. Он дисциплинирует нас, Он воспитывает нас. Тут есть множество родителей, и мы прекрасно понимаем, почему мы наказываем наших детей. Мы же понимаем, почему мы это делаем. Не потому, что мы хотим их наказать ради наказания. Мы хотим, чтобы они изменились. Мы хотим, чтобы они стали лучше. Мы просто воспитываем их. Так же само нас воспитывает и наш Небесный Отец. И это подтверждается описанием. Вот, если мы посмотрим, в синодальном переводе используется во многих текстах слово наказание. Но язык оригинала, когда говорит о наказании детей Божьих, кто говорит как вот именно о воспитании и дисциплинировании. Когда же говорится о наказании вообще, то используется слово со значением гнев, негодование и ярость. Но к нам, те, кто в Ишуа, это не относится. Потому, что гнев, негодование и ярость Ишуа принял на себя. Он излился на него. На нас же это не рассматривается, потому, что мы покрыты, наши жизни покрыты Его победой. Аллилуйя. Конечно же, не всегда невзгоды и проблемы являются причиной Божьего наказания за наши грехи. Тоже это как бы такая ремарка, чтобы мы понимали, что не всегда какие-то проблемы это причины Божьего наказания. Я когда-то рассказывал или нет, что мы с Ирой когда служили в Приднестровье, то там был один братик и на него он напал одержимый милиционер, начал ему выдавливать глаза в пьяном виде, чуть не убил зверски этого молодого человека. И были некоторые братья, которые говорили, это потому, что братик вот такой вот. Вот он ему говорили, иди служи в группу прославления, а он не хотел идти служить, вот это запостило его за это наказание. Нет, это просто вот такая ситуация бывает в жизни людей. И порой нам хочется получить ответы, почему? Почему такое происходит? Но не всегда нам это нужно знать, не всегда мы можем это понять и вместить. Но когда мы сталкиваемся с проблемами, нам надо испытывать себя по-любому. Очень важно понимать, что когда какие-то неприятности, надо смотреть в себя, свою жизнь оценивать и молиться, является ли это проблемой какой-то духовной, или это может быть какое-то давление извне. тут уже вопрос наших личных взаимоотношений с Богом. Но очень часто Бог использует наказание как орудие дисциплинирования. И раб Шауль, понимая это, писал в послании к евреям 12 главе 6-8 стих. Ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает вас с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Когда-то давно, лет наверное 8 я проповедовал, у меня была проповедь законные дети, о том, что мы законные дети. Мы законные дети. Скажите, я законный ребенок Бога. Я законный, и поэтому я готов терпеть наказание, потому что я принимаю это как Божье воспитание. Это Божье воспитание, Бог работает со мной. При всем этом мы должны понимать, что иногда последствия нашего греха бывают очень разрушительными. Например, иллюстрация, чтобы нам было понятно. К примеру, пастырь, человек пастырь, если он начнет употреблять наркотики, к примеру, и покается, я думаю, что его пастырем уже вряд ли поставят. Или же если человек кого-то собьет на машине, то ему придется отсидеть свой срок за то, что он сделал. Ответственность она есть. И бывают, правда, ситуации, когда, как я сказал, что нет видимых причин для больших проблем в жизни человека, но нам не нужно искать объяснение всему этому. Если мы познали глубину Божьей любви и широту его милости, то мы будем понимать, что, как написано в послании к римлянам в 8 главе, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению все содействует ко благу. Я понимаю, что бывают такие жизненные ситуации, когда это очень непросто сделать, и этот текст не надо цитировать человеку в подобной ситуации, но по сути, когда мы идем по жизненному пути, понимая, что могут быть какие-то вопросы, мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению все содействует ко благу. При этом мы будем продолжать, должны продолжать жить, уповая на его благодать для нас. Нам важно понимать, что исповедание греха, оно устраняет нашу вину перед Богом, но не всегда устраняются последствия. Вина, она устраняется, но последствия иногда остаются. Но нам также очень важно помнить, что Мессия принял на себя наше наказание, чтобы привести нас к настоящим живым отношениям с Богом, чтобы мы научились доверять Ему наши неудачи, чтобы мы могли соглашаться с Его методами воспитания, чтобы мы умели иметь радость нашего спасения в любых жизненных обстоятельствах. Третий шаг, друзья, грех можно победить только при условии понимания своей беспомощности. Как часто, когда грех заводит нас в какие-то определенные проблемы, мы говорим, я так больше делать не буду. Я возьму себя в руки и я так больше делать не буду. Я скажу вам, когда расскажу в двух словах, когда я уверовал, Бог как-то дал мне свободу от многого очень сразу, но вот с курением как-то у меня была проблема, я не мог бросить курить. И я постоянно брал себя в руки. Две недели держусь как партизан на допросе, потом опять и вот так, я постоянно брал себя в руки. И я вспоминаю один момент, когда мы с моей супругой были на вокзале, ждали передачу от мамы. Знаете, а когда ждать, что курцу надо? Надо же сигарету сразу взять. И меня мулит, я так не могу. А Ира мне говорит, я говорю, Ира, я сейчас закурю, пойду куплю себе одну сигаретку, закурю. Она говорит, я прошу тебя не курить во имя Иисуса Христа. И вот и у меня в голове что-то щелкнуло и я понял, что Бог сделал все, чтобы я мог не курить. И с того момента пришла свобода. Потому что до этого, когда я брал все своими силами делал, ничего не получалось. Нам, друзья, надо уметь быть беспомощными. Когда мы видим, что наша духовная жизнь не удается, нам свойственно брать себя в руки. Нам свойственно, мы говорим, я возьму себя в руки. Я возьму себя в руки. Я не буду этого больше делать. И мы, как я сказал, принимаем правильные решения. Буду в собрание ходить, молиться, поститься, читать больше. и порой мы приходим к такому состоянию, что вот в этой борьбе со грехом мы не понимаем, почему этот грех Бог открывает для нас. Мы можем думать, что грех это сугубо наша проблема или мы воспринимаем ее как беда, но мы можем посмотреть на грех по-другому. Мы можем посмотреть на него как на трамплин для нашего духовного роста. Потому что Бог открывает тебе грех Духом Святым. Дух Святой не приходит и не говорит тебе, ах ты нехороший человек. Что опять и носом тебя, да? Нет, Он обличает тебя, чтобы для чего? Чтобы ты исправился, чтобы ты увидел проблему, чтобы ты изменился, чтобы ты захотел обрести свободу в этой сфере. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это хорошо, грех это хорошо. И вы помните, Рав Шауль как раз эту тему, он раскрывал, что стоит ли нам грешить, чтобы умножилась благодать. Нет, грех это не хорошо и это не полезно, но будучи спасенными и оправданными, мы должны воспринимать нашу жизнь со всеми ее неудачами и со всеми ее падениями, как путь шувы, путь покаяния, по которому ведет нас наш Небесный Отец. Он ведет нас по этому пути. Помните, я сказал, что крайность думать, что Бог нас спас, и я веду этот путь сам. Нет, это Бог ведет меня по этому пути, это Он проводит меня через падения, неудачи, мои поражения, чтобы я на этом пути преображался в образ Его Сына. И именно Он дает нам войти в это состояние, когда мы не можем бороться со грехом. Он это делает, чтобы мы сдали, сказали, я беспомощный, я не могу сам, Боже, ты помоги мне. И Он хочет, чтобы мы это увидели, что без Него мы ничего не можем. когда мы принимаем для себя это состояние беспомощности своей, личной, то мы становимся на путь победы, потому что даем Ему утвердить свою победу в нас. Не мы утверждаем победу, мы даем Ему утвердить свою победу в нас. Нам не надо пытаться быть сильными, чтобы противостоять проблемам нашей жизни. Нам не надо только лишь своей собственной силой противостоять греху. Нам необходимо согласиться с тем, что мы слабые, чтобы дать действовать сильному Богу. Мы сами слабые, но Он сильный, и нам надо согласиться, чтобы Он, а не я, действовал в моей жизни. И Раб Шауль, понимая это, он говорил во втором послании Коринфянам 12 главе в 10 стихе. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Мессию, ибо когда я немощен, тогда силен. Мы, друзья, когда мы немощны, тогда мы сильны. Апостол прекрасно знал, что его сила в его слабости. Его сила в слабости. И мог он это утверждать, Павел это утверждал, потому что он прекрасно понимал слова, которые говорил Ишуа Мессия во время своего земного служения. А Ишуа говорил, это Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Без Господа мы не можем делать ничего. Мы не можем противостоять искушениям. Мы не можем иметь победу над нашими грехами. Мы не можем быть успешными в нашей жизни. Мы не можем совершить путь нашего спасения без Него. Только с Ним мы можем это сделать. И почему мы поем эту песню? Потому что хочу я только видеть Его лицо, потому что нам нужен только Он. Только с Ним мы можем пройти испытания. Только с Ним мы можем стоять. Только с Ним мы можем иметь победу. Аллилуйя! И поэтому нам необходимо признавать себя беспомощными, чтобы дать Ему вступиться в нашу борьбу, в наши неудачи, в наши поражения. И тогда Он берет вот этих слабых, немощных и делает их сильными и стойкими в вере. Аллилуйя! Тогда мы действительно становимся смиренными и тогда дождь Божьей благодати изливается на нашей жизни, друзья. Аллилуйя! Мое послание, оно подходит к концу. Наверное, можно пригласить музыкантов. Выходите потихоньку. Вы молодцы, большие. Да? Амин! У нас прекрасное грубое прославление. И спасибо, что вы нас вводите в это состояние, где мы можем встретиться с Божьим лицом. Аллилуйя! И я очень хочу, чтобы все мы, лично каждый и вся община мы жили в победе. Чтобы мы пребывали в истинной свободе в Ишуа Мессии. Для этого нам необходимо, как говорил Павел, внимательно смотреть, пристально следить, заглядывать в себя и в учение. Причем это необходимо нам делать постоянно. Не от случая к случаю, не тогда, когда припечет, не тогда, когда в жизни начинаются какие-то проблемы, а постоянно изо дня в день пристально смотреть, заглядывать, внимательно смотреть. При этом нам надо усвоить простые три шага, о которых я сегодня говорил. Эти шаги помогут тебе быть успешным в борьбе против греха. Я повторю их еще раз. Первый шаг. Исповедуй свой грех, понимая, что в Боге ты имеешь полноту прощения, потому что Ишуа Мессия, Он заплатил за все твои грехи цену своей крови. Второй шаг. Понимай, что Бог дисциплинирует тебя, наказывая за грехи. И это Его работа в твоей жизни и твой трамплин к победе. Это не беда, это твой трамплин к победе и к изменению. Шаг третий. В борьбе со грехом понимай свою беспомощность, потому что сам ты не сможешь одержать победу. У тебя у самого не получится, но Машиех уже попрал грехи. Он хочет, чтобы ты признал свою слабость, чтобы Он смог проявить свою силу в твоей жизни. Аллилуйя. И сегодня, друзья, у нас причастие. Причастие еще называют Евхаристия. Это значение этого слова благодарения. И я думаю, что у нас с вами, у спасенных детей Божьих есть все основания для благодарности. Как говорил Павел в послании Ефесянам во второй главе, мы были чадами гнева, но Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом. И в нем мы имеем полноту прощения, потому что наш грех покрыт его кровью. И пророк Исаия, он в 53 главе писал прекрасные слова, 4 стих, 4, 5 но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Благодаря жертве Мессии мы исцелились. Бог исцелил нашего внутреннего человека, и он продолжает исцелять нас от греха на нашем жизненном пути. Его любви нет границ, его милости нет конца, его благодати достаточно, чтобы ты и я, мы совершили путь нашего спасения и в конце жизненного своего пути услышали слова добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Мама Израэль Адонай Эллоэйну Адонай Эхан Еп他 Эхан Эх Kane Э см Эхань Эхэен Эхан Т nimmt